Здравствуйте! Меня зовут Лапина Алла Алексеевна, я мастер по вышивке лентами. На сегодняшнем мастер-классе мы будем вышивать ромашку. Для ромашки нам понадобится пяльца, ткань, атласные ленты белого цвета 6 мм, атласные ленты зеленого цвета 6 мм, атласная лента 6 мм желтого цвета, ножницы, зажигалка, ручка пиши стирай, струбцина и иголки. Сейчас я покажу, как правильно запялить в пяльца ткань. Для этого я внутренний круг пялец кладу на низ, сверху я ложу ткань и закрываю верхним кругом. Фиксирую. Пяльца готовы к работе. Сейчас я нарисую ромашечку схематически на ткани, ручкой пиши стирай. Почему я использую эту ручку? Эта ручка исчезает от горячего. В конце работы я могу продуть горячим феном и все ненужные элементы, сделанные ручкой, исчезнут. Для удобства я пяльца закреплю струбциной. Сейчас я подготовлю ленту к работе. Для этого я взяла ленту белую 6 мм. Один край у меня срез ровный. Этот ровный срез я опаливаю зажигалкой голубым пламенем. Отрезаю ленту под 45 градусов. Я беру иголку, ввожу в ушко ленту и острым концом иглы протыкаю краешек ленточки. Получился такой парусник. Сейчас я потяну за рабочую ленту и мой узелок закрепился на иголке. С противоположной стороны ленты мне надо сделать узелочек. Для этого я заворачиваю ленточку два раза, где-то по 0,5 мм. И прохожу острым концом иглы в эту петельку. Получается вот такая у нас петелька. Теперь моя лента не выскочит из ткани. Сейчас я буду вышивать лепестки ромашки. Для этого я с изнаночной стороны вывожу иголку с ленточкой на лицо. Поправляю ее у основания, где ленточка вышла. И делаю прямой ленточный стежочек. Вот таким образом. Для того, чтобы ленточка красиво легла, я придерживаю пальчиком. Такие же действия я повторяю другим лепесточком. Но другой лепесточек я хочу сделать ленточный стежок с проколом. Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас мы будем вышивать серединку. Для этого я взяла ленту 6 миллиметров желтого цвета. Так как у нас вышивка лентами это объемная техника. Для этого я сейчас делаю французский узелок. Как делается французский узелок? Вывожу ленту на лицо. Рабочую ленту держу в левой руке. В правой руке у меня иголочка. И я делаю два навива на иголочку. При этом так же держу ленту в левой руке. Ввожу иголочку наизнанку рядышком с проколом. Ленту держу в левой руке. И это самое важное. Нельзя это забывать. И вот такой у нас получился французский узелок. Сейчас я выявила ленту на лицо. И обниму этот французский узелочек желтой ленточкой. Для стебелька я взяла ленту 6 миллиметров зеленого цвета. Выхожу иголочкой с ленточкой на лицевую сторону. Ленточку закручиваю в желудок. Очень аккуратненько, не спеша. Дайте возможность ленте показать свою красоту. Край нашего стебелька вывожу наизнанку. Для того, чтобы наш стебельчик не распустился, я на расстоянии вывожу ленточку с ткани на лицо и прокалываю наш жгутик. И делаю листочек. Мы с вами вышили ромашку. В такой несложной технике можно вышить ромашки на очечнике, на сумке, на одежде или составить композицию из ромашек. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова